Существует два подхода. Первый подход – это наиболее правильный и радикальный – это удаление имплантации с агументацией и дальнейшая повторная имплантация. Тут, скорее всего, еще понадобится и пластиковая мягкая ткань. Второе – это попытка сохранить имплантат. Такое лечение часто приводит к рецидиву. Поверхность имплантата, контоминированная, чистке, обработке поддается с трудом. Существуют даже специальные ёршики титановые, которые, если интересно, я могу поискать на почте у себя, приходила реклама, производитель говорит о том, что позволяет вычистить имплантат чуть ли не до стерильного состояния, обратно. Реально, честно говоря, сомнительно, и потом трудно подобраться. Если вот такой дефект, как у нас на фотографии сверху-слева, то с язычной стороны подойти туда, подобраться ёршиком, достаточно трудно. Существует также методика протравливания имплантата. Кислотой, гелем, в общем, принципиально, да, это убрать микробную пленку с него. Следующее, это мы должны вычистить грануляции с костного дефекта. В дальнейшем укладываем костный материал. Сверху обязательно в такой ситуации, да, рекомендуется барьерная мембрана. Тут у нас показана мембрана, не рассасывающаяся, с пинами. Я бы, честно говоря, здесь, ну, не только это моё мнение, я бы убрал супраструктуру, в принципе, поставил бы заглушку и постарался ушить наглую раскрытие через полгода. А, ты знаешь, да, по-моему, это наэтапно вообще имплантат, да, поэтому, собственно, может, и не могу сказать, в самом деле. Такой ситуации, как здесь, ну, не стал бы я сохранить этот имплантат, убрал бы его дальше, уже имплантацию провел повторно. Важно понимать причину переимплантировки также, да, в чём они, из-за чего они бывают, возникают. Несоблюдение биологической ширины, как правило, когда имплантат посажен глубже, чем это нужно, и у нас нету необходимых хотя бы трёх миллиметров от края стопедической конструкции до края костной ткани. Если у вас, скажем, включён дефект между двух своих зубов, имплантат стоит заглублён на 5 миллиметров, такое часто бывает при одномоментной установке имплантата. Дальше установлено сервок короночку, у вас резоркция всегда, ну, то, о чём вчера говорили, у вас резоркция всегда будет до уровня сильнения. Второе, это недостаточный объём костной ткани изначально, то есть, грубо говоря, не надо стоять имплантат, туда и нет ни у него места. Потом у нас также может быть нарушен хирургический протокол, недостаточное охлаждение, тупые фрезы, тоже важный момент, который могут разбивать лунку. И перелома, травма костной ткани, то, о чём мы говорили при открытом синуслитинге, при слишком высоком уровне первичной стабилизации, может надломаться к вертикальной пластины. Опять же, если вы в плотной кости тоже достигаете слишком высокий уровень первичной стабилизации, на агрессивном имплантате вероятность некроза вокруг него, она очень высохла, и переимплантит. Ещё один момент, переимплантит, возникающий уже после протезирования, он может быть связан с функциональной перегрузкой, особенно это актуально при немедленной нагрузке, когда делают коронку, ортопеды. Начинающие, не совсем понимающие биомеханику и остеинтеграцию делают полноценную коронку с выраженными буграми и, может быть, чуть-чуть выведут из прикуса, да, вроде так, визуально. Но при боковых и передних движениях нервной челюсти происходит контакт с зубами, да, с соседними, с антагонистами. И ошибка, не ошибка, а такая ситуация, когда у нас цемент попадает под весну. На самом деле это бывает не так редко, как хотелось бы. Бывает это и у достаточно опытных ортопедов. Не всегда один генологический контроль позволяет выявить эту ситуацию, потому что цемент может попадать не только аппроксимально, но и язычная или щечная, соответственно, имплантат, он более рентгийно-контрасте, на его фоне просто не видно, потому что цемент попадает. Не всегда цемент, который попадает под слизистую, вызывает воспаление, но иногда он приводит к достаточно таким серьезным проблемам. Скажем так, признаком того, что у вас цемент может быть причиной воспаления в области шейки имплантата, является то, что может являться одним из признаков. На контроле генограмме недосаженая коронка. Это важный момент. Казалось бы, прилегание на имплантатах, краевое прилегание коронки на имплантатах не столь важно обатнуть, как на собственном зубе, там не может произойти кариес. Но костным признаком того, что у вас избыток цемента является то, что коронка недосажена. Ортопед ее может подогнать по прикусу сверху, да, там, стоящих избыток керамики, ну, к церковным посложнению, да, вот, но проблема может остаться внутри подвесной. Так что, если видите недосаженную короночку на обатменте, сразу нужно думать о том, что там может быть избыток цемента. В такой ситуации нужен постоянный цемент, это уже проблема. Да, тут нужно, скорее всего, потребуется переделка ортопедической конструкции. Важно также соблюдать расстояние между имплантатами, имплантатом и имплантатом, между имплантатами и зубами. Зачастую мы уже, если смотрим, что нету места у нас, вот, четко нету трех у нас места между зубами, да, отсутствует, скажем, там, четвертый, пятый зуб. Нам нужно поставить, восстановить две короночки. Если произошло уже смещение зубов и нету места для полноценной установки двух имплантатов, чтобы между ними поместилось три миллиметра расстояния, делается консоль на имплантатах. Стоится один имплантат, делается консоль. Эта конструкция гораздо более жизнеспособна, нежели два имплантата, которые у вас стоят вплотную друг к другу. Консоль на имплантатах вполне допустим и активно мы это делаем. В общем, так вот, еще, значит, одномоментная установка имплантата и удаление зуба. Я сейчас почти всегда использую графт для заполнения расстояния между имплантатом и стенкой. Существует теория, так называемого, расстояния прыжка, где-то один-полтора миллиметра. Если у вас получится, там будет сгусток хороший, то костная ткань становится в этом месте. В принципе, да, в большинстве случаев так оно и есть, но лучше перестраховаться. Плюс, если вы даете картопеду под немедленную нагрузку, все манипуляции, которые связаны со снятием слепков, с цементировкой коронки, если она будет на цементе, а не винтовой фиксации, туда просто-напросто этот густок у нас могут вытянуть, туда могут, опять же, цемент внести. Если ортопед, влодит того, что пластмассу, если ортопед обжимает коронку прямо во рту, да, по силиконовому ключу, как-то пришлось доставать просто пластмассу, структуру, композит, да, из лунки фактически. То есть зуба, это было очень так напряженно. Ну, хорошо, что он опять пришел, да, показал мне, как выглядят короночки, в которых такие тяжи, тяжи с отпечатком импланта, ты честно смог туда вытащить, остальное мне пришлось снова раскрыться, все достать, заложить костным материалом во избежание неприятных моментов. То есть, про лечение переимпланетитов особой такой методики серьезной нет. Это всего лишь чистка, укладывание костно-замещающих материалов, изоляция от возможного эпидемиального проникновения. Если вы не идете на такую серьезную хирургию по удалению грануляции, и у вас, в общем-то, нет такого дефекта, основной это оголение имплантата, то вот что рекомендуется делать, во-первых, пациент, у него должна быть усилена гигиена, да, то есть объяснить пациенту, что необходимо пользоваться ирегатором. То, что мы говорили, сейчас все имплантаты, они идут с шероховатой шейкой, а то и с микрорезьбой на шейке, если оголяется микрорезьба, это идеальный вообще инкубатор для микроорганизмов. Желательно постараться, если это возможно, технически подобраться, тоже далеко не всегда, убрать микрорезьбу с СЛА, ну, с любым покрытием, которое у нас есть, для того, чтобы, то есть имплантат отполировать, сделать из него то имплантат, которые были на рынке лет десять назад с полированными шейками, они на самом деле имеют место быть и в них есть какая-то логика, потому что если происходит переимплантит, он бывает такое, да, лучше пусть у нас будет шейка полированная, нежели чем у нас будет шейка с покрытием, на котором, которое просто нереально вычести, да, человеку ёршик, который ортодонты рекомендуют для чистки брекет-системы и вперед, потому что не все готовы, люди, да, прекрасно понимают, что это такое, удаляйте имплантат, например, пациент интегрированный имплантат удалить очень трудно. Существует специальный набор, но если имплантат стоит, скажем, больше четырех-пяти лет, все-таки, скорее всего, вы придете выпилить, удалить, доложить пость, подождать снова имплантацию, снова протезирование, ну, не все на это пойдут, я имею в виду, пациенты. Ну, даже если им объяснить, скажем, слушайте, давайте, вот я все понял, я лучше там, то есть, попробуем, пытаемся его сохранить, вообще, может, без хирургии, но тогда там профгигиена регулярная и то, что я сказал, желательно полировать этот имплантат, шейку. Даже стандартный, там, трансгигевальный имплантат с травмой, да, если вспомнить то, что было 20 лет назад, у него шейка надвесной была. И в боковых участках никаких выяснивых сосочков, в принципе, не было. Были промыванные пространства, в центре их чистили ежедневно, щёточкой. Никаких перимплодитов не было, потому что вся зона, вот эта, она была доступна для гигиены и выведена. Естественно, с точки зрения современных взглядов, это вот нонсенс, да, это некрасиво и нелогично, но один из вариантов вот такой вот, да. Может быть, у пациентов с агрессивным парадонтитом это один из выходов ситуации. Если вы видите, что человек адекватный, он будет соблюдать ваши рекомендации по гигиене. Тут, как бы да, переплатить такая вещь, вот. В общем-то, ничего тут не сказать, ободряющего, такого позитивного проекта нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok